Библейский портал экзегет.ру представляет 38 глава пророка Иезекииля, которую я прочитаю в своем переводе с небольшими комментариями для портала Экзегет, она говорит о чем-то абсолютно непонятном. Поэтому забавно, что именно эта глава, наверное, из всех библейских глав, понималась нередко как относящаяся к России непосредственно. Но дойдем очень скоро до того, как... Я не думаю, что это правильное понимание, но, по крайней мере, такое есть. Смотрите, а что это вообще за глава? Вот только что 37-я говорила о воскресении мертвых, но на самом деле в контексте книги это возрождение народа, рассеянного, уничтоженного, почти что убитого физически, но этот народ все-таки вернется и будет с Богом, будет единым, он будет процветать на своей земле. И вдруг в 38 главе... Ну, вообще можно ожидать, не так уж и вдруг. Когда мы говорим о судьбе Израиля, мы обязательно что-то сразу слышим про судьбу окрестных народов. Но вот что такое вдруг, что в 38 главе появляются народы, о которых толком никто ничего не знает. «Было ко мне слово Господне. Сын человеческий. Обратись к Гугу из страны Магуг, верховному правителю Мэшаха и Тувала». А можно перевести правителю Роша, Мэшаха и Тувала. Ну, вот вам и Россия. Роша – это Русь, Мэшаха – это Москва, а Тувал... Ну, кто-то говорит Тула. Сегодня, может быть, кто-то на Туву, республика Тува в составе Российской Федерации будет указывать. Я не думаю, что это справедливо. Понятно, что в любом случае в языках не так много разных звуков. И сочетание «рош», которое по-еврейски означает «голова», и название страны «Россия» не так уж сильно друг на друга похожи. И наверняка есть много таких совпадений, которые ничего не значат. Уж тем более Мэшах и Москва. А с Тувалом совсем непонятно, каким образом это Тула или при чем здесь Тувинская республика. Но, что совершенно верно, никто не знает, что это за страны. Гог и Магог – тоже загадочные такие народ и страна. Они вошли даже в Коран. Немножко по-другому. Яуджи и Маджуджи. Они в коранической традиции. Но это именно они. Там вместо «гэджи» произносятся. И это какие-то далекие и дикие народы, от которых, в общем, ничего ждать хорошего не приходится. Ну, наверное, в середине третьего тысячелетия до нашей эры, действительно, для жителей Ближнего Востока, от предков, будь то славян, будь то многих других народов нынешнего мира, ничего хорошего ждать не приходилось. Они жили, по их представлениям, в полной дикости. Но где это конкретно, никто толком не знает. Так вот, зачем же эти далекие страны? Ну, понятно, когда там пророчествуют про Идом, Муав, про Египет, Осирию, Вавилон. Но это те, кого прекрасно знают израильтяне, с кем они периодически ругаются или воюют даже, от кого зависят так или иначе. Поэтому важно их включить вот в эту картину тоже. А здесь что-то совершенно далекое. Вот тридевятое царство, тридесятое государство. За тридевять земель, за тридесять морей живут эти народы. Некая почти сказка. Но это очень важно как раз в связи того, что мы прочитали о воскресении костей, как народы Израиля, а может быть в переносном смысле, как раз в переносном от переносного и воскресении человека вообще. Это про человечество. Это про самые дальние времена. Сегодня мы сказали там жители Папуановой Гвинеи, там эти самые эскимосы из Гренландии. Ну, из таких стран, куда вообще никто из нас никогда не попадет, и даже мы не представляем себе, как люди живут. Вот это народ Гог из страны Магог. Проруществуй на него и передай, что говорит ладыка Господь. Я против тебя, Гог, верховный правитель Мэша Хайтувала. Поверну тебя, подцеплю к грюком за челюсть и вытащу тебя со всем твоим войском, конями и всадниками. Вы поняли, почему я не хочу это к России нынешней относить. Ну, не только поэтому, а потому что не южненьких оснований. Итак, подцеплю к рукам за челюсть, вытащу тебя вместе со своим войском, конями и всадниками. Все это огромное войско в полном облачении, в доспехах и со щитами. И все они потрясают мечами. Персы, эфиопы, ливийцы. Кстати, очень разные народы, которые жили в совершенно разных местах. Персы – это Иран нынешний, эфиопы – это эфиопия, Ливия – Ливия. То есть, ну, они даже не граничны друг с другом. И такое ощущение, что это некий образ собирательный. Вот все эти далекие, самые дальние из известных народов, все в шлемах со щитами. Гомер со своим воинством, конечно, не великий грек, и тем более они из сериала «Симпсоны», а это какая-то вот еще такая личность или этноним откуда-то издалека. Бейт Тургама с дальнего севера со всем своим воинством, опять-таки неизвестно кто. «Множество народа с тобой». То есть, вот это вот такие страны, там, Лукоморье, да, вот, там, Гипербореи, вот какие-то совершенно далекие, дикие, потенциально очень опасные люди. И Господь против них. То есть, Он ими занимается точно так же, как Израилем и Домом. Человечество – это его единое такое поле действия. «Будь готов, приготовься ты и все твое сборище, которое у тебя собралось, ты будешь над ними смотрителем». То есть, вот, собирательный такой, я думаю, образ, этот самый Гог, будь это народ, будь это, как здесь, скорее, какая-то отдельная личность, ну, личность может представлять народ, как фараон представляет Египет. И вот он, как бы, главный над всеми далекими варварами. «После долгих лет тебя призовут, в последний срок отправишься в страну, что оправилась после войны. Из многих народов собрались они на бывших постоянном запустении горах израильских, привезены они туда от многих народов, чтобы жить им всем спокойно. Ты поднимешься, как смерч, полетишь, будешь, как тучи, покрывающие землю, ты и все полчище, которое есть у тебя». Что-то я не понимаю. Только что было. Израильтяне соберутся в своей земле, будут жить безопасно. И тут рассказываются про этих самых гипербореев, жителей Лукоморья, 39-го царства, 30-го государства, которые все соберутся, еще прихватят тех, о которых мы более-менее знаем, перцев, эфиопов, ливийцев, да, и все нападут, когда вы будете жить безопасно. Это вот он обещал, что все будет хорошо, и тут же все опять не просто плохо, а вообще-то ужасно, потому что нападают варвары из каких-то краев мира, да, где просто дикость полная. Так говорит ладыка Господь, «В этот день придет тебе замысел на сердце, и зло ты замыслишь, решишь напасть на незащищенную страну, где живут все беззаботно, в безопасности селятся без стены засовов, и нет у них ворот». Вот, собственно, описание израильской страны, разве нет? «Решишь грабительски ограбить, добыть добычу, наложить руку, там такой же повтор Корнеев в оригинале, наложить руку на заселенные пустоши, на народ, что собрался из разных краев, разводит скот и богатеет, живя на пупе земли». Пуп земли, ну, то есть пупок наш, это центр нашего живота, так это вот центр земли, действительно, по крайней мере, Евразия и Африка сходятся. Вообще, не так давно я узнал, что длиннейший маршрут прямой, который можно прочертить по суше, это где-то из Западной Африки в Восточный Китай, он проходит через Иерусалим примерно. Вот, действительно, пуп земли. Это явно там. Шево, Деданы, торшишские торговцы со своими львятами, это тоже далекие страны, но такие не совсем дикие, с ними все-таки велась торговля, где именно, тоже не все мы знаем. Торшиш через Средиземное море, Шево, это скорее Южная Аравия. «Пришел ты грабительский грабить, добыть добычу, собрал сборище, чтобы унести золото и серебро, отнять скот и богатство, вдоволь пограбить». Вот это все они ему скажут. Вот, вот, над чем ты напал. Да, что-то не очень хорошо, да? На самом деле все плохо. Нападают эти варвары. Что же тут, как это сочетается с предыдущим? А вот скоро узнаем. «Так что пророчествуй, сын человеческий, и передай Гогу, что говорит ладыка Господь. Когда станет жить народ мой, Израиль, безопасно, тогда будешь знать, тогда придешь с дальнего севера, ты сам и множество народа с тобой. Все они на лошадях, великое сборище и великое воинство». Да, не просто воинство, а еще и конники одни. «И пойдешь на народ мой, Израиль, как туча, что покрывает землю». Вот такой хоррор, да? Вот все хуже, все хуже, все подробнее, как это. «Это случится в последний срок. Я приведу тебя на мою землю, чтобы народы узнали меня. Когда явлю, я на тебе, Гог. Святость мою у них перед глазами». Так говорит ладыка Господь. «Ви ты и есть тот, о ком я говорил в одни древние через рабов моих пророков израильских». Они пророчествовали еще тогда, что ты будешь приведен против них. Вот, оказывается, чтобы все знали, что я Господь, говорит Бог, можно не только всех вернуть, но наоборот, навести кого-то совершенно лишнего. И то, и то действие Божьего замысла, он бывает очень многоплановым. «И будет тот день, когда Гог придет на землю Израиля, у пророчества владыки Господа. Разгорится мой гнев и моя ярость. Я сказал, ревнуя в пламенном негодовании, в тот день будет великое сотрясение на земле Израильской». Еще и землетрясение. Ну, прям совсем хорошо будут жить, да? «Сотрясутся предо мной рыбы морские, птицы небесные и звери полевые, все присмыкающиеся, что ползают по земле, и все человечество, что есть на земле. Обрушатся горы, пойдут утесы, всякая стена рухнет. Призову на него меч по всем моим горам пророчества владыки Господа и обратит всякий меч против брата своего. Приговорю его к чуме и кровопусканию и пролью ливневый дождь, каменный град и горящую серу на него, на его полчище, на многие народы, что будут с ним. Явлю мое величие и святость пред глазами многих народов, и будут они знать, что я Господь». Так вот, оказывается, эта армия будет уничтожена или, по крайней мере, остановлена, но остановлена неизраильским войском. Они будут жить безопасно и ни на что не обращать внимания, а Господь с помощью этих самых землетрясений, каких-то каменных градов, горящей серы с неба, ну, прям как с Содом и Гоморрой, это воинство остановит. То есть, ничуть не противоречит предыдущему пророчеству, что Израиль будет в такой безопасности, что даже перед лицом вот этого страшного нашествия варваров из других стран ему ничего не надо будет делать, Господь сделает все сам. Удивительное пророчество, если задуматься, потому что, вообще-то, ну, можно пророчествовать о победе нашего оружия, да, о том, что мы прогоним всех врагов, но ситуация, когда враги есть, а их даже прогонять не надо, это ситуация полного доверия. То есть, это, на самом деле, пророчество не только, и даже в основном не о том, что будут они жить хорошо, что на них нападут какие-то дикари, почти всех уничтожат, готовы будут уничтожить, но Господь мешается. Это пророчество о том, что можно не строить стен, можно жить абсолютно безопасно, если у тебя с Богом отношения хорошие. Вот сейчас израильтяне потерпели поражение от Вавилонин, от империи, которую они хорошо знают. Вавилонин разрушили Иерусалим, храм, все эти стены, все эти великолепные сооружения. Это не работает. А отношения с Богом работают. Они позволяют не опасаться даже такого страшного нашествия дикарей. Но про то, что будет с Гогом и Магогом, об этом, собственно, в следующей 39 главе. Продолжение следует...